Пассажиры Все, уважаемые краснодарцы Дальше я пойду один Мы не краснодарцы, Александр Иванович Мы красноярцы, я Все равно один пойду У меня секретная встреча Всем оставаться на месте и ждать меня Предупреждаю, шаг вправо будет рассматриваться как шаг влево И наоборот А шаг вперед? Как два шага назад Руки вверх Шо, напугались? Да ну вас клеш ему с вашим солдатским юмором Это генеральский юмор Солдатский юмор гробный Ну хорошо, хорошо, хорошо Вас кто-нибудь видел? Хвоста нет? Меня не хвоста нет, ни врагов Это все пропаганда второго канала Что-то вы сегодня веселые очень Видно, инаугурация прошла удачно Нормально Все в дерьме, я в белом фраке Это не фрак, это смокинг Какая разница, все равно у меня у одного такой... На весь protest Красноярск Но это неважно Надеюсь меня на этой церемонии... Не поминали? Ну шо вы, Борис Абрамович, кто же вас к ночи поминать-то будет? Слушайте, я серьезно говорю, если что, я вас поддерживал морально. Да, 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 морально, а денег, денег не давал, вы меня поняли? Какие деньги? Русский офицер с банкиров денег не берет. И вообще, я вас знать не знаю, кто вы такой. Ну-ка, принимите документы. Нет, 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 это уже, знаете, перебор. У меня, Борис Абрамович, перебора не бывает. У меня всегда двадцать одно. Так шо руки прочь от моей губернии. Поживиться рассчитывайте за счет моих краснодонцев. Нет уж, увольте. Так ведь я, голубчик, уволю. Я вас сюда выбрал, я же сам и перевыбрать могу. Это шутка была, юмор. Ну, видимо, уже не генеральский, а солдатский. Так, эти бумаги вы подпишите завтра. А эти не срочные, их можно послезавтра. Ну, счастливо оставаться. Я полетел. А вот это вряд ли. Я облака разгонять не умею. Тьфу ты, надо было на Лужкова ставить. А как, по-вашему, например, будет водка? Водка. А, огненная вода, однако. Тоже красиво. А коньяк? О, огненная вода, однако. А если, допустим, виски? О, огненная вода, однако. Ну и дела. А как же вы друг дружку понимаете? По запаху, однако. Этнографией на досуде решили заняться. Какой к чертову географии? К избирателям своим лечу, да вот видишь, застрял. Как бы теперь компания не сорвалась. Однако. А может денег дать? Кому? Мне? Я тебе сам могу дать. Да нет, 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 нет. Я имел в виду диспетчера, или кто тут вылет разрешает. Думаешь, ты один тут такой умный? Вон сколько субъектов в федерации спит. Тулеев там и прочие. Пугачеву и ту не выпускают. А нечего в политику соваться. Нечего. Мы же с вами на эстраду не лезем, хотя вы-то правда можете. О, Господи. Меня же в Сухуме ждут. И в Тбилиси ждут. И в Ташкенте, и в Минске. Ой, я-я-я-я-я-я. Деловой. Нет, я с тобой, как говорится, в разведку не пошел бы. Да я и сам бы с вами не пошел. Я бы ни с кем не пошел. Что там заработаешь в разведке в этой. Вот президентские выборы, другое дело. В президенты вы бы со мной пошли. Так ты же говоришь, я неизбираемый. Это без меня вы неизбираемый. А со мной... Вы очень даже избираемый. Я, правда, еще не определился с кандидатом. Да, не определился. Но если решу, позвоню. Ты это, запиши мой сотовый. Вдруг меня дома не будет. Алло. Алло. Ваня. Ваня Рыбкин, это ты? Ага. Слушай, я тут застрял и, похоже, надолго. Что там у нас делается? Да где, где? В СНГ. Ай. Эй, мужчины. Ну, нельзя ли потише? Здрасте. Здрасте. Вы же не на базаре? Тут интеллигентные люди отдыхают, вашу мать. Докладывай. Я слушаю. Ага. Понял. А Каримов что? Ага. А Назарбаев как? Ага. А в Баку что говорят? Ага. Ага. Что? Кто собрался в Сухуми? Примаков? Ваня? Ванечка, Ванюша. Ванек, делай, что хочешь, но он не должен туда добраться. Не дай бог, он их замерит. Мы же на бабки попадем. Ты хоть соображаешь, на какие бабки? А? Молчу. На какие бабки мы попадем? Давай пулей. Я в переносном смысле. У него машина бронированная. Пулей не возьмешь. Все, все. Ничего, ничего, ничего. Я спокоен. Я спокоен. Я совершенно... Я совершенно спокоен. Я абсолютно спокоен. Да, я абсолютно. Борис Абрамович, дорогой вы мой человек. Ай, заскучился я за вами. Вот, сам пролетел. Если, как говорится, гора не идет к Абраму, то... Ну, сами знаете. И гостинцев привез. Вот, вот, вот. Спасибо, Саша. Спасибо. Ты меня тронул. Да, тронул. А меня ваш Кириенко тронул. Надо говорить, навести порядок на границе. А то, говорит, какая-то черная дыра. И теперь таможня берет добро. Наша с вами. Сейчас разберемся. Слушай, Абрамович, выручай. Знову Лужков хулиганить, а? Мало, каже, вам ваших кримских татар, так я еще своих московских пришлю. Подивимось, каже, як вы заспиваете. А я... А я тобі сальця привіз маленького. Покушай, покушай. А то зовсім з лиця спал. Хай, Борис. Мене нужна твоя помощь. Ты должен замирять... Замирить Индия и Пакистан. Никто не может, только ты. Что это? А, это валенки, валенки. Ой, да не поджидные стареньки. Это маленький презент. Давай быстро, замирить Индия и Пакистан. Весь мир ждет. И чего? Подождет. Я первый в очереди. А, но Борис должен еще летать в Косово, замирать албанцев. А потом в Эфиопию, а потом в Афганистан. А я сказал, к нам давай. Нет, до нас давай, до нас. Нет, нет, пожалуйста, к нам. К нам, пожалуйста. К нам, к нам давай. К нам давай. К нам давай. Выпустите меня. Выпустите меня отсюда. Нет, 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 нет. Я не могу дать разрешение. Он разобьется. Какова вероятность? Сто процентов. Так. Приказываю дать в зелен. Ну, слава Богу. Слава Богу. Бог не прайер. Он все видит. Выручай, Борис Абрамович. Опять этот рогатый наезжай. На тебя одна надежда. Помоги. Не понял юмора. Слава Богу.